Приветствую вас. В первую очередь, наверное, хочется сказать несколько вещей. Во-первых, психологи не дают советы. Давать советы психолог не может, потому что это не профессионально, не этично. Дальше. Литературу психологическую давать нужно очень точечно, и только после исследования вашей ситуации, и только исключительно в качестве вспомогающей истории. То есть, ни в коем случае, не как основной способ работы. Советы и литература – это не терапия. Терапия – это именно работа с вашими переживаниями, с вашими чувствами, с вашими эмоциями, установками, взглядами и прочее. Терапия – это первое. Второе. Одиночество, вообще, как таковое, одиночество, именно вот нехватка общения, да, нехватка взаимодействия с людьми, как такая аутентичная реакция может иметь место только в случае вынужденного отсечения человека от социума. Ну, это либо изоляция насильственная, либо это какая-то катастрофа, либо вынужденное отшельничество, вот. То есть, это вот такие истории. Ну, согласитесь, довольно экстремарные. В остальном, в остальном, одиноким человек себя не чувствует, даже если он находится в маленьком городе, и у него нет людей, соответствующих его каким-то хобби, его интересам, потому что, потому что человек всегда может о чем-то поговорить, да, только когда какие-то точки присущения можно найти. Вот. Но чувство одиночества, оно не связано с другими людьми, оно не связано с наличием или отсутствием некоторого контингента. Чувство одиночества связано именно с непринятием себя, чувство одиночества связано именно с оприцанием чего-либо в себе, самой, и как результат, как результат потребностей других людях. Для чего? Чтобы компенсировать вот этот самый дизбаланс. То есть, я не принимаю себя, я не принимаю что-то в себе, я что-то отрицаю, что-то отвергаю в себе. Мне для того, чтобы компенсировать это, нужны другие, нужны другие люди. Ну, нужен другой человек. Вот, по большому счету, то, что представляет из себя от одиночества. То есть, это такая вот, такие вот нелады с внутренним миром, своим непринятием внутреннего мира, или не чувствование внутреннего мира. Вот. Дальше. Дисбаланс во внутреннем мире предполагает уязвимость повышенную психологическую. И уязвимость, уязвимость, это угроза определенная, и здесь угроза воспринимается вами, как, естественно, что-то нежелательное, в результате, в результате чего вы, ну, как бы так сказать, делаете все, чтобы изолироваться. То есть, я полагаю, что переезд в маленький город, отказ заходить публично в социальные сети, удаление социальных сетей, нежелание общаться с людьми, с теми, кто, кто, вот, сам, как-то настроен. Это все про это. Это угроза. Защита от угроз. Угроза, которая создает уязвимость, уязвимость, в результате дисбаланса во внутреннем мире. Ну, а уязвимость, точнее, дисбаланс во внутреннем мире возникает из страха быть брошен. То есть, если человек перестает со мной общаться, если человек перестает со мной взаимодействовать, то я чувствую себя ему ненужнее. И здесь, конечно, очень важно для себя как-то осознать, как я прихожу к этому заключению, к этой идее, к этому выводу, что если человек, ну, как-то вот не хочет со мной общаться, да, то, что я чувствую себя брошен. Как это происходит. Мне кажется, это важно. Достаточно. Достаточно важно. Вот. Это родом из детства. Как правило, возникает не всегда. Но, как правило, возникает эта ситуация из детства. В детстве родители могут оставлять ребенка одного, ничего им не говоря, а ребенок думает, что его бросили, пытается он что-то делает не так. Естественно, ребенок начинает искать, что он делает не так, копаться в себе. Ну, естественно, что-то находит, пытается ставить сердце убрать, начинает постыдиться, родители ничего особо не говорят, либо говорят немножко не то. В итоге, ребенок начинает стыдить своего, что-то чего-то в себе. И, естественно, отходит от внутреннего мира, своего внутреннего мира, как источника этой самой боли. И ничего, ему требует специальное одобрение и подтверждение нужности от других людей. Собственно говоря, этим объясняется выбор. Ваш выбор людей, с которыми вы общаетесь, вот это вот подруги, которые вас используют и прочее. Вы хорошо общаетесь с теми людьми, которым вы нужны, и плохо общаетесь с теми людьми, которым вы не нужны. А они нужны не в том плане, что вы им не интересны, или не важны, или что-то еще, а они нужны именно в том смысле, они нужны в том смысле, что они не нуждаются в вас. То есть, у них нет острых потребностей в нуждаемости. Ну, нуждаемости у вас нет. Нет, острых потребностей в нуждаемости. И из-за этого вы чувствуете себя неопределенно, из-за этого вы чувствуете себя в подвеченном состоянии. Вот, получается замкнутый круг. С одной стороны, вы можете с какой-то определенной долей вероятности, определенностью, с определенностью вы можете общаться с людьми, которые вас нуждаются, но вам это неприятно, неприятно. С людьми, которые держатся с вами на равных, вы общаться не можете, потому что не знаете, сколько это общение продолжится, боитесь, боитесь, что они вас бросят, и решайте сами, первое, бросить общение, чтобы не почувствовать себя брошенное, брошенное, потому что вы себя обесцениваете и считаете, что как собеседник, как партнер в отношениях вы неценны. Есть примечательный достаточно факт, что вы говорите, вот, отношения не складываются, и в контексте вроде как понятно, что не складываются отношения, ну, вообще любые с людьми, да? Вот, но вы говорите, что отношения дружеские, вы про дружеские отношения. Ага, в конце, в конце текста вы пишете, что у меня недавно было расставание, я тяжело пережила, подразумевала, я так понимаю, личную жизнь, вот, и, ну, взаимоотношения уже более, такие романские романтические, более романтического характера. Ага, это тоже накладывает общерки, это тоже вызывает определенные переживания, да? Вот, тут противоречия, и, наверное, еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание, это момент, связанный с тем, что мама, вы достаточно сильно привязаны к своей маме, это не очень хороший момент для вас, потому что мама, она формирует родительскую позицию в человеке, подавляет детскую позицию в человеке, то есть импульсы желания, там там, ну, творческую какую-то составляющую, составляющую тоже подавляет. Ага, вот, и, собственно, вам еще сложнее будет общаться с людьми, поэтому я думаю, что самое нужное общение ограничить. Смотрите, научиться общаться вы можете, ну, то есть взаимодействовать с людьми, адекватно вы можете только взаимодействовать. Наиболее безопасным взаимодействием и, в общем-то, человек может быть взаимодействием с психологом, вот, потому что психолог гарантирует вам абсолютную безопасность, абсолютную открытость и очень гибкое общение. То есть если вы хотите научиться общаться, вам не нужно читать литературу, а именно учиться общаться, то есть именно вот заняться личной терапией и общаться. Вот. Ну и последнее, что скажу, что переезд в другой город проблем не решит, не решит, не решит проблемам вашего восприятия себя самой. Другой момент. Другой момент. Другой момент заключается в том, что, вот, вы говорите, я сейчас это, может быть, до свидания, зачитаю. Ага, значит, мне писал человек, мне было неудобно ей отказывать в общине или игнорировать. В итоге общение растягивалось. Вот почему, когда вам писал человек в социальных сетях, вы хотели ему отказать, например, вторая приятность, почему вы хотели отказать человеку в общине? То есть никак это не поясняет. На этом всё. Я надеюсь, что помогло. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.